В прошлом году в Кремле уверяли, мобилизации не будет, но Путин подписал указ о ее проведении. Потом депутаты Госдумы утверждали второй волны призыва, уж точно не бойтесь, а 25 июля приняли ряд поправок в законы, чтобы пополнить армию. Теперь, точнее, с 1 января 2024 года призыву на срочную службу подлежат мужчины от 18 до 30 лет. Переходного периода до 1926 года, который предполагался изначально, тоже не будет. Сейчас верхняя планка 27 лет. Зимой министр обороны Сергей Шойгу предложил призывать россиян не с 18, а с 21 года. Поднять нижнюю планку обещали и депутаты. Вот что говорил тогда глава комитета по обороне Андрей Картополов. Идея повышения нижнего уровня возраста призыва заключается в том, чтобы не призывать вчерашнего школьника, как происходит сейчас. Сейчас ему исполняется 18 лет. Он закончил 11 класс. Он еще не оперившийся юноша. Он ничего не видел в жизни, кроме папы с мамой и школы. А в случае повышения до 21 года, у него пройдет 2,5-3 года после окончания школы. Но спустя полгода Картополов говорит совсем другое. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. 27 июля закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет единогласно поддержал комитет Совфеда по обороне. Вряд ли стоит надеяться на то, что Путин примет другое решение. Кстати, новые поправки усложнят жизнь и тем, кого уже отправили на фронт. После того, как осенью прошлого года в России началась мобилизация, в сети появились десятки видеообращений от семей призывников. Они говорили о том, что их родных послали на войну без подготовки и бросили в самые горячие точки. Многие жаловались на военкоматы, которые отправляли на территорию Украины многодетных отцов и мужчин с хроническими заболеваниями. В Кремле обещали разобраться, но в итоге семьи пытались добиться справедливости с помощью юристов. Новые поправки к закону ставят под сомнение и эту возможность. Ранее подать жалобу на действия военкомата или какого-то должностного лица мог полномочный представитель. Это юрист, либо адвокат, выступающий по доверенности. Теперь такая возможность есть либо у самого призывника, который, вероятно, уже будет на передовой, либо у его законного представителя, например, родителей или опекунов. Обычно они выступают в интересах несовершеннолетних, либо тех, кто не может самостоятельно реализовать свои права. Но эти категории лиц и так не подлежат призыву. То есть раньше юристы могли помогать гражданам при подаче жалоб на военкоматы. Теперь нет. Этой поправкой возмущены даже те, кто поддерживает проведение так называемой СВО. Вероятно, что не преднамеренно, но представители Комитета по обороне Государственной Думы РФ фактически ограничивают действия статьи 48.1 Конституции РФ и не считают призывников, мобилизованных и военнослужащих, выполняющих священный и почетный долг не то что гражданами страны, а даже людьми, потому как лишают эту категорию граждан личностных прав. Кроме этого, в России утвердили форму повестки для вручения потенциальным призывникам. Ранее военкоматы использовали стандартные повестки. Их выписывали в том числе и обычным срочникам. Теперь при мобилизации, которая якобы окончена, будут использовать особую форму. В ней ссылаются на указ Путина от 21 сентября 2022 года. Учитывая, что лидер Кремля его не отменил, мобилизация продолжает действовать. Хотя напомним, что говорил российский президент в конце осени. А сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Но она завершена, точка поставлена. А это Путин сказал весной на встрече с журналистами и блогерами. В зависимости от того, какие цели мы перед собой стоим, мы должны решать вопросы по мобилизации. Но нет такой необходимости всего. Но несмотря на эти громкие заявления, в России утверждают форму повестки именно для будущих призывников. И, кстати, еще несколько важных моментов. Во-первых, в этой форме нет ни слова о том, что мобилизация частичная. Во-вторых, в тексте россиянам дают ложную информацию. А именно, тех, кто не явился в военкоматы, обещают привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности. В то же время за неявку по повестке грозят лишь штрафы, пусть и увеличенные Госдумой во много раз. «Медуза» подсчитала, уже к 2025 году новые нормы увеличат количество призывников на 2 миллиона. То есть Россия не то, что не планирует заканчивать войну, а, вероятно, готовится к конфликту на долгие годы. Продолжение следует...